МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей студии работает телефон 8-495-508-86-84. Вы можете его набрать и напрямую пообщаться с нашим сегодняшним гостем, задать ему вопросы, касающиеся духовной жизни в Одинцовском районе. Ну и, соответственно, именно этой теме, именно теме духовной жизни нашего Одинцовского района сегодня, как обычно, и посвящена наша передаче, гостем которой является Архимандрит Нестор. Батюшка, ну и хотелось бы начать наше сегодняшнее общение с того собрания, которое состоялось в январе в Богоявленском храме поселка Жаворонки. Там прошло собрание, собрание духовенства Одинцовского благочиния. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах о том, какие вопросы на нем рассматривались. Ну и поскольку это собрание январское, я так понимаю, что и какие-то итоги 2016 года на нем тоже подводились жизни благочиния. Да, совершенно верно. Наше духовенство встречается регулярно. Может быть, с частотой два раза в три месяца. Может быть, иногда, если есть необходимость, каждый месяц. Но вот сейчас последняя встреча была в Жаворонках. Да, естественно, мы подводили итоги ушедшего года, отмечали, что было сделано, что выполнено, а где стоит усилить наше свидетельство от церкви. Строились планы на будущее. То есть некий аналог оперативного совещания советских властей. Да, совершенно верно. Вот как пример того, как была дана оценка прошлогодним трудам духовенства, можно привести строительство молодежного просветительского центра в селе Луцино. Это довольно далеко от города Одинцова, на берегу Москвы, рядом с Никольским храмом села Луцино. Все приходы нашего благочиния строят, вот как я сказал, если сложным языком называть, многофункциональный просветительский центр. А для того, чтобы было более понятно, особенно жителям нашего района, более старшего поколения, это будет круглогодичный пионерский лагерь, куда дети с нашего района могут ездить, отдыхать. Строится он на 170 человек. Там и речка, и условия хорошие, отапливаемый большой дом. В общем, в прошлом году мы завершили первый этаж. Вот в наступившем году, надеемся, сможем осилить второй этаж, потом отделка, и думаю, что он будет принимать наших детей. Но, но ведь, когда говорим многофункционально, это не значит, что вот мы много сюда вкладываем. Не только детей. Ведь каникулы у детей только в определенный период. Там можно проводить семинары, конференции, да и просто приехать отдохнуть. То есть некий центр православной, культурной, духовной жизни. Да, да, да. Вот. Это мы подводили вот итоги прошлого года. Ставили задачи на этот год. В этом году у нас начинает функционировать социальная помощь, служба социальной помощи нуждающимся Одинцовского района. Собирается фонд, собирается продукты, одежда, и все это будет обращающимся предоставляться. Первое. Второе. Еще, уже теперь, священно начали, перед нашим Болгачиним поставило задачу участвовать в программе восстановления порушенных святынь. Три года тому назад был создан фонд восстановления порушенных святынь. Этот фонд восстановил на сегодняшний день, кажется, шесть храмов. В нашем, в нашей области. Но 250 храмов еще осталось разрушено. Слава Богу, в Одинцовском районе разрушенных храмов нет. И вот владыка митрополит принял решение каждому Болгачиню дать по одному или по два храма на восстановление. И нам поручено восстанавливать храм в русском районе деревни Мытники и еще один храм в Талдомском районе. Но там мы восстанавливаем совместно с Химкинским Болгачиним. Я думаю, это очень трудная задача. Но ведь эта задача, она связана не только с финансированием, но, возможно, и какая-то помощь добровольцев. Здесь вот принимается ли такая помощь посильная? Помощь физическая, скажем так, мускульная? Мускульная помощь, да, принимается, но это только на первоначальном этапе вывоз мусора. Расчистка строительства будущей, да? Расчистка территории. Почему? Дело в том, что все эти храмы – это памятники архитектуры, и их реставрация и восстановление должны заниматься только организацией, имеющей аккредитацию при Министерстве культуры. То есть, как раньше восстанавливали храм, вот так называемым хозяйственным методом, здесь уже не получится. Ну что ж, хотелось бы вернуться к событиям января. В январе сразу два великих праздника отмечали. В этом году отмечают ежегодно православные христиане. Это Рождество Христово и Крещение Господня, Святое Богоявление еще его иначе называют. Как прошли эти знаковые духовные события в Одинцовском районе? И если можно еще, да, вот такой небольшой ликбез для наших телезрителей. Оба эти праздника относятся к праздникам двунадесятым, то есть одним из самых важных. Что такое вообще двунадесятые праздники? Двунадесятые праздники – это 12 главных праздников в году церковных. Сюда не входит праздник Пасхи, потому что он как бы над всеми праздниками. Праздников – праздник. Двунадесятые праздники, они бывают постоянные, закреплена дата, а есть передвигающиеся. Передвигающиеся праздники – это праздники, связанные с Пасхой. Потому что праздник Пасхи определяется по лунному календарю, а праздники, предположим, Ревесту или Крещение, по обычному гражданскому, то есть солнечному календарю. Бочко, я прерыву вас, у нас есть телефонный звонок от телезрителя, давайте мы пообщаемся и потом продолжим разговор о праздниках. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос благочинному. – Добрый вечер, Екатерина. – Вечер добрый. – Да. Отец Снестр, прошу вас прокомментировать, вот в последнее время появилось такое мнение, что если каждое воскресенье бывать на литургии, исповедоваться, причащаться, проповедь прослушать, то можно как бы и не учиться образованию, не нужно, что этого вполне достаточно для самообразования именно. Вот, пожалуйста, прокомментируйте. – Какого образования? – О советском или духовном образовании? – О светском, светском. – О светском, спасибо. – Ну, что не учиться можно, что так все приложится, ну, как вот это. – Спасибо, Екатерина, за вопрос. – Ну, вы уже видите, я развеселился. – Развеселился. Что тут можно ответить? – Это, говорят те, которым просто лень заниматься. – Присутствие в храме на службе, участие в службе, совершенно не предполагает отказ от образования светского. – Потому что в церкви учат духовным вопросам. – А в школе, в институте учат конкретным предметам. – Если вы ходите на службу и не изучаете арифметику, то извините, в храме вас этому не научат, что семью шесть – это у нас сколько? – Сорок два. – Сорок два. – Правильно? – Пусть телезрители поправят, мы все не ошибаемся. – Вот. Но это просто смешно. Те, кто это, говорят – люди, которые совершенно не понимают, что такое церковь и что такое христианство. – Ну что ж, я говорю, что у нас до сих пор в светской жизни существует такая присказка «Три класса церковно-приходской школы», которая говорит о том, что образование недостаточно, мама получил человек. – Да, конечно. – Ну что ж, вернемся к праздникам Рождества и Крещения, как они прошли, потому что с ними связано достаточно большое количество и разных примет, суеверий, скажем, крещенские купания и так далее, на них по-разному смотрят люди. Вот с точки зрения благочения все ли прошло нормально? – Ну, я вам скажу такую вещь. – С точки зрения благочения. Как проходили купания, у благочения этой точки зрения совершенно нет. – Насколько это не касается церкви. Купание – это частное дело каждого человека. Тот, кто хочет купаться, по своей воле идет и купается. – Но церковь не призывает никого и не говорит о том, что это надо. – Что-то необходимость никогда. – Это есть народная традиция, которая совершенно не связана с учением церкви. Это мы должны всегда понимать. Праздник крещения, как он прошел? Вы знаете, и Рождество. Вот я могу сказать, что по моим наблюдениям, в этом году людей было значительно больше, чем в прошлом году. Вот в Георгиевском соборе, несмотря на сильные морозы, которые были в ночь под Рождество, народ молился и в верхнем, и в нижнем храме. И туда мы провели трансляцию богослужения. Вот вы сказали правильно, что вот праздник крещения, богоявления. Вот прошли и попросили меня кратко их коснуться. А я вот сейчас хотел бы сказать, вы знаете, в древней церкви и крещение, и Рождество все было праздником богоявления. Более того, они праздновались в один день. И только потом празднование разделилось. Почему? И то, и другое событие, в принципе, это богоявление. Первое пришествие в мир Спасителя, второго лица Святой Троица, его воплощение, а явление его на земле, а крещение, когда Господь сошел в воды Иорданова и крестился, и тем самым как бы принял на себя грехи человеческие, раздался голос «Сын мой возлюбленный». Иоанн увидел, что дух в виде голубя сошел с него. В день крещения было явлено людям Таинство Святой Троица. Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок, чтобы телезрителя долго не держать на линии. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос нашему сегодняшнему гостю. Добрый вечер! Еще одна Екатерина задает вам вопрос. Добрый вечер! Добрый вечер! Моя сестра живет в Одессе, посещает украинский храм. Может ли она, когда приедет ко мне в гости, посещать наш Одинцовский Георгийский собор и молиться? Не будет ли это противоречить устоям нашей церкви? Ну, вы не совсем четко определили, какой храм она посещает. На Украине, в Одессе. Ну, вы знаете, в Одессе есть несколько, есть украинская православная церковь. Так называемый киевского патриархата. Нет, это просто украинская православная церковь московского патриархата. И есть киевский патриархат. Если она посещает украинскую православную церковь московского патриархата, то есть это каноническая церковь, церковь, которую признают все остальные православные церковь как единственную на Украине, то, конечно, она без всяких проблем может прийти. Если она посещает так называемый киевский патриархат, то духовенство, которое находится в расколе со всей полнотой православной церкви, то здесь значительно сложнее. Можно вот понять, если бы она жила где-то, где нету других православных храмов, она вынуждена идти молиться туда, это одно. Если она сознательно посещает храм раскольников, то она, когда приедет сюда и будет ходить в наш храм, она будет в таком случае лукавить сама себе. Потому что духовенство в киевском патриархате, оно раскольничное, раскольническое. Мы это видим по тем событиям страшным достаточно, которые иногда происходят на Украине. Попытки отобрать храмы, много чего, не будем сейчас углубляться в эту тему. А в Одессе, в Одессе там много храмов настоящей канонической православной церкви. Так что, если она ходит в те храмы, проблем никаких нет. Ну что ж, батюшка, хотелось бы теперь задать о февральском празднике, двунадесятом, вопрос. С 15 февраля мы будем отмечать Сретение Господне, а также в нескольких словах, что это за день, насколько он важен в общей череде православных праздников. Как к нему готовиться, может быть? Праздник Сретения – это очень интересный праздник. Дело в том, что не очень многие православные осознают одну очень глубокую, очень большую истину. То, что православная церковь в себя включает Новый Завет во всей полноте, учение Господа нашего Иисуса Христа и также Ветхий Завет. Батюшка, я вас еще раз прерву, у нас есть телефонный звонок. Давайте ответим и потом продолжим наше общение. Здравствуйте. Представьте и задавайте ваш вопрос благочинному. Здравствуйте. Меня зовут Константин. У меня вопрос. Отец Местор, совершаю ли я грех, когда беру кредит в банке, помогая тем самым ростовщикам? Спасибо, Константин. Да, про ростовщичество, кстати, многое сказано, а вот действительно человек, который вынужден прибегнуть к услугам такого рода, он как на него церковь смотрит? Значит, давайте, вот, я вам скажу такую вещь. Ростовщичество осуждается церковью. Особенно, когда это происходит на частном уровне. Предположим, вот вы пришли ко мне с просьбой о помощи. Ну, у каждого, может быть, всегда. Когда сосед соседу дает деньги в рост. Да. Даю тебе тысячу, ты мне тысячу сто вернешь через день. Да, да, да. Вот это вот, наверное, самое. Это грех. Это... А что касается того, кто вынужден обратиться к соседу за помощью? А вот насчет этого здесь уже по-другому. Дело в том, что тот человек, который вынужден, его надо понять. У каждого, может быть, сложные различные ситуации. И в этом вопросе осуждать человека, который берет, не надо. Он не откажется взять без процентов, если что. Вот. Единственное, хочется, но будьте вы мудры. И рассчитайте свои возможности. Сможете ли вы, даже банковские. Вот вы когда берете ипотеку, правильно? Надо же рассчитывать для покупки квартиры. Сможете отдать или не сможете? Еще же что-то. И кушать надо, у вас что-то одеваться. Да. И особенно будьте осторожны с микрокредитными финансовыми учреждениями, которые дают долг под грабительские проценты. Лучше даже не подходите к ним, как бы трудно ни было. Ну, я думаю, что ответ исчерпывающий. И вернемся все-таки к сритиню Господню. У нас как-то не все понимают, что православие, это включает в себя полноту Нового Завета и полноту Ветхого Завета. Вот то, что учили пророки. Заповедь Божия. Это же все. Это все наше достояние. И также, с другой стороны, пророки Новозаветные, евангелисты. И вот праздник сритиня как раз и говорит о встрече Бетхого Завета с Новым Заветом. По, как рассказывается в Священном Писании, что Мария принесла, и Иосиф принесли, как полагается, в храм младенца Иисуса. И там встретил их пророк Симеон, старец Симеон, которому было возвещено, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Мессию, который пришел. И вот за каждым вечерним богослужением поется вот эта песнь пророка Симеона, ныне отпущающая раба твоего владыка, потому что я увидел спасение мира, наконец-то. Вот этот вот акцент о том, что для настоящего православного человека необходимо знание как Нового Завета, так и Бетхого Завета. Возьмите, ну, кто сейчас без Псалтыри может обойтись? Пророк Исаия, пророк Иезики, невозможно. Поэтому Церковь говорит о том, что для того, чтобы полностью сознательно выполнять заповеди Нового Завета, надо хорошо знать Бетхие. Без этого невозможно. Ну и не могу не задать вопрос о Великом Посте. Уже не так, в принципе, много времени остается в этом году до его начала. Он состоит из нескольких особых составляющих. Ну, я думаю, все знают Страстную Седмицу, Первая Седмица, очень строгая. Я думаю, что большинство наших телезрителей об этом знают. Есть дни более строгого поста, есть дни, которые некоторые вольности позволяют постящимся. Расскажите об основных правилах. Еще раз напомните православным верующим об основных правилах поста. Буквально вот кратко. В обязательном ли порядке нужно поститься? Как Церковь смотрит на тех, кто может поститься, но не поститься? Первое правило, главное правило, которое относится к любому посту. Пост – это не диета. Если вы сидите на капусте, чисто условно говоря, так, и ругаетесь с соседями, если вы думаете, что вы поститесь, конечно, вы не поститесь. Если вы сидите на картошке, но продолжаете играть в компьютерные игры или смотреть на развлекательные программы, вы тоже не поститесь. Пост – это тот период, когда человек пытается очиститься от всего грязного, от всего греховного, которое мешает ему жить, мешает общению с Богом. Вот поэтому мы сейчас вступили уже в подготовительный период Великого Поста. Скоро у нас будет через неделю масленица. Между прочим, масленица – это уже первая ступенька поста, когда люди отказываются от мяса, а переходят на масло, яйца, сыр. Почему и масленица? Вот. И те, кто думает, что масленица – это период, тогда, когда можно залихватски бегать, праздновать, веселиться… Или наесться впрок перед постом. Сильно ошибаются. Вот. Конечно, есть Великим Постом определенные три недели, две недели строгого поста – первая и последняя, и крестопоклонная неделя, которая как раз в середине Великого Поста. Как поститься? Я отсюда, к вам со студии, никакого совета не дам. Потому что это надо бить с каждым человеком конкретный человеком. Как конкретный разговор. Если здоровый человек может действительно и должен ограничивать себя – это где-то испытание своеволи, в конце концов, от мяса, рыбы, особенно на первой седмица, то требовать поста, предположим, от больной женщины или беременной женщины – это уже садизм. Беременные должны есть и больные все то, что им говорит врач. – А вот что касается неких дней, когда послабление, то есть вот идет неделя и, например, там четверг – рыбный день. Это вот есть тоже такое? Вот тоже в двух словах, да? Или, знаете, есть такая тоже присказка – путнику можно, да? Путник от поста освобождается. – Да, совершенно верно. – Вот здесь вот еще несколько исключений. – Есть исключения. Есть определенные дни Великим постом, когда разрешается рыба. Вот. Но надо… я могу сказать такую вещь, что вот когда мы учились в семинарии, то священное началье, поскольку мы учащиеся, благословляло нам рыбу, кроме первого, первой крестопоклонной и страстной седмицы, кроме среды и пятницы. И вот в семинарии мы ели рыбу, поскольку мы учимся. Так, и еще там… – Путнику можно. – Следующее. Есть такое правило. Да, действительно. Не можно. Здесь несколько по-другому. Когда человек путешествует, и вот он пришел, где-то, предположим, где-то по пути поесть. Если есть постное блюдо, то, естественно, нельзя ссылаться на это правило, пользоваться ситуацией и есть скоромное. Но в основном это правило относится к другому. Вот мы, бывает, попадаем в гости к людям, к другим. Бывает к людям светским, другой религии. И если мы пришли в гости, и человек от всего сердце приготовил нам для нас… – Скоромное, скажем. – Скоромное. И мы скажем, нет, я это есть не буду. Во-первых, мы глубоко оскорбим человека. А во-вторых, здесь мы подыграем своему тщеславию. Вот какой я хороший, а. – Что в пост тоже не допустил. – Не допустил, да. Я помню, у нас был примерно аналогичный случай. Мы, когда были студентами, приехали к священнику в гости с курсом. И он все, что было, у него собрал на стол. Несколько куриц. – Чего молодежь накормить. – Да, своих, с хозяйства своего. А один стал, говорит, знаете, а я мясо не ем. Дайте мне рыбу. Он расстроился. Это была новгородская деревня. Он говорит, а где ж я вам достану? Её ж старое ловить-то, ходить-то. Вы знаете, до сих пор мне стыдно за этого человека. – Ну, вообще, вот я сейчас подумал, не случайно, да, ведь в русском языке слово пост, оно многозначное. Это и воздержание от пищи, это и несение некого долга службы стоять на посту, да. Это ведь не случайно такое вот, такое созвучие, казалось бы, разных слов. А, наверное, всё равно на уровне сознания или подсознания эти слова становятся синонимами. И вот своим телезрителям, для того, чтобы вам понять ещё более ясно, что такое пост, вот только что мы говорили о значении Ветхого Завета, возьмите, раскроете книгу пророка Исаии, глава 56-я, 7-я, 58-я. Почитайте вы эти главы, там великолепно сказано, что такое настоящий пост. Я сейчас не буду специально цитировать, поскольку это займёт много времени, а потом, я думаю, самому уже интересно всем будет прочесть. – Батюшка, у нас остаются буквально 2 минутки до завершения эфира, и поэтому хотелось бы, чтобы вы, как обычно, несколько пастырских слов к нашей, к вашей телеаудитории произнесли. – Вот действительно, мы сейчас уже находимся в периоде подготовительным к Великому посту. Масленица и Великий пост. – Что хочется пожелать вам? – Главное, чтобы этот период у вас прошёл в мире. – Господь даёт нам уникальную возможность, я имею в виду Великий пост. Пролетает он удивительно быстро. Попробуйте, вот действительно попробуйте включиться полноценно в жизнь Великого поста. Почаще ходите в храм. – Но самое главное, самое главное, чтобы у вас был мир в сердце и мир с окружающими людьми. И тогда вы обнимаетесь такое счастье, такую радость, и вы поймёте, что лучше этого на свете нет ничего. – Спасибо. – Спасибо вам огромное, батюшка. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы, нашего сегодняшнего эфира был благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии Архимандрит Нестор. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. – До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова